образование. Путин, исходя из того, а вы помните, когда он начинал эту войну, он же был убежден, что до этого ни до чего не дойдет. Что война должна продолжиться, ну, три дня, ну, мы условно говорим три дня, неделю, месяц, но будет достигнуть результат, и с этими проблемами он никогда не столкнется. Ни с дронами на территории России, ни с ракетами какими-то там по приграничным военным объектам на территории России, ну, и уж тем более с появлением вот таких групп военнослужащих, которые могут переходить границу, диверсантов их можно назвать, да, и будут, и будут, соответственно, значит, вести боевые действия с российскими спецслужбами. Так, конечно, он в это не верил, но он это сделал. Он привел войну в Россию, сделав ее фатально неизбежной. Причем, кстати, совершенно не обязательно, что эта война будет там сторонников политической демократии с авторитарным, фактически уже дрейфующим к тоталитарным режимом Путина. Я всегда об этом говорил. Совершенно не факт, что России предначертано там политическое будущее, которое легко определяется как будущее демократическое или там свободное и так далее. Совершенно не обязательно. Ряды возмущенных могут пополниться там от ЧВК Вагнера до дезертиров, не говоря уже о каких-то группах внутри самой власти, которые уже разрабатывают планы по власти этой, возможно, перехвату. Этого нельзя исключать. Мы этого не знаем, у нас нет для этого достоверных сведений, но исключать это невозможно совершенно. И Путин как бы сам стал собственным могильщиком, сам напяливает на себя эту удавку, потому что нет никакой возможности от этого предохраниться. Тем более, вы посмотрите, о чем говорится. О том, что фактически границ-то нет. Граница, как решето, через нее проникают, через нее проходят, уходят обратно, совершают необходимые оперативные действия, там, закладки, взрывы, все что угодно. И, в принципе, ну да, кого-то удается российским спецслужбам захватить или там даже уничтожить, такое тоже возможно. Но ведь есть и те, кто успешно проводит эти операции и убывает с территории России через приграничную зону на территорию Украины. Эта причина несколько имеет природу такую разнообразную. То есть, это и коррупция, это и бардак всеобщий. Он везде бардак, что на границе, что на военных предприятиях. Но еще и, конечно, это действительно возможная симпатия отдельных лиц из власти или даже спецслужб, чего нельзя, повторяю, исключать, а которых устраивает этот хай. Они говорят, а, хорошо, пусть вот такое будет. Почему? Потому что разные причины. Власть сейчас, как мы уже не раз в своих стримах говорили, обсуждали, это фрагментируется. В ней внутри возникают отдельные субстанции, которые думают уже о постпутинском времени. Путин не вечен. И вполне может быть, какая-то их часть таких вот групп, внутрисиловых ведомств и так далее, вполне сочувствует. Тут националистам не исключено. Кто-то просто спасает себя и думает, что в условиях, когда начнет всеобщий хаос и бардак, нужно будет каким-то образом договариваться вот этим группам. И они могут быть совершенно разнообразные, кстати. Поэтому на самом деле все это тоже не так просто. Эти ворота могут приоткрываться. Вопрос какой? Можем ли мы ожидать в ближайшие месяцы повторения того же сценария? Как я уже выше сказал, для того, чтобы решить проблему Москвы и с ее участием в войне в Украине, безусловно, должна возникнуть внутренняя проблема, на которую Москва должна отвлечься, заниматься ее решением внутри самой России, неважно, в Брянске, во Владивостоке или Москве. Это должно быть какое-то выступление, которое потребует передислокации сил, средств на другой участок, что называется, фронта уже внутреннего. Плюс ухудшение общей ситуации должно способствовать, собственно говоря, ухудшению экономического положения. Оно тоже может влиять на это. Сейчас, пока мы не видим никаких признаков быстрого развития ситуации в этом направлении, по очень простой причине. Все эти вещи происходят подспудно, скрыто. В них нет публичности. Никто не будет заявлять о таких планах. Но даже и интуитивно понимая, наблюдая за противоречиями внутри власти, мы понимаем, что это в том числе следствие страха будущего, ожидания этих непредсказуемых перемен. В условиях, когда Россия будет терпеть одно за одним поражение. И каждый задумывается о собственном спасении. Ну, может, и о коллективном тоже какие-то группы, которые внутри генералитета армии, да. Внутри, там, кстати, теперь вообще разнообразный состав, судя по всему, вот по поводу этих танцев в полотенце. Я думаю, там есть и игровые типы, я вам скажу. Не только такие солдафоны, которые любят только под козырек. Там есть и игровые, и игровые тоже есть. Внутри спецслужб наверняка есть эта фрагментация. Ну, и потом война, она же дала оружие в руки всем самым неожиданным элементам. Начиная от заключенных и заканчивая обывателями. Они не пользуются этим оружием для того, чтобы решить свои проблемы. Возможно, пока. Те же обыватели стоят и конючат о том, что их недостаточно обмундировали, их недостаточно обучили, им не дали командиров и так далее. Стоят с оружием в руках и так далее. То есть, они не решают этих проблем с помощью оружия. Они конючат и просят, ну, казалось бы, если ты человек с оружием, и ты больше, чем один, вас много, вместо того, чтобы вас потом после ваших публичных заявлений перекинули на смертельный участок, где вы и останетесь, и вернётесь только в пакет, почему вам не воспользоваться оружием для того, чтобы изменить в корне эту ситуацию. Снять с себя это время, необходимостью умирать непонятно за что и непонятно за кого. Ну, точнее, мы-то понимаем, а они себе признаться в этом не могут. Так вот, все эти группы, так или иначе, будут, безусловно, да, подначивая со стороны, из внешних каких-то сил, безусловно, путём манипуляций разных и так далее. А почему нет? Кто сказал, что это не будет делаться противником в отношении России, которая является агрессором в отношении Украины, захватила её территорию, это считает геноцид, ничто другое. Конечно, будут инспирироваться эти вещи. И вполне может статься так, что мы ещё этим весной и даже летом увидим подобного рода повторения акций.